друзья здравствуйте мы с вами в штате вирджиния и есть такой городок тут ну небольшой совсем называется waterford и ford это брод брод по-английски вот такой водяной брод там коровка друзья сейчас покажу коровку там в кустах мы заехали к друзьям алены и сергея коровку видно там не друзьям алены и сергея и друзья эти живут на 50 акрах земли это 25 гектар 25 гектар ну то есть по жить можно вот это они такие как бы уже не не совсем молодые люди нас в общем как мы заехали пообедать нас пригласили на ланч вот они немножко сожгли ужин и там в доме дым вот как сказала хозяйка у нас тут смолки хаус такой дымный домик все расскажем все покажем друзья мне дали яблочный сок apple cider значит сидр который подогрет это вообще удивительно такое удивительный напиток сейчас от хлебну подогретый яблочный сок прикольно значит что нам рассказали у них 50 акров 25 гектар земли и я ему говорю слушай но ты при таких масштабах то должен быть такие чудовищные налоги он говорит да говорит он казалось бы но в нашей каунте этот лаудаун как нам произносится вот почти все дома квалифицируются как ну как бы как фермы так скажем то есть у них есть такое понятие что налогообложение идет не по ценности недвижимости у скажем его продажная цена продал за миллион и вот платить миллиона а у них оценивается по сельскохозяйственному используем допустим у тебя стоимость земли на миллион а сельскохозяйственная стоимость этой земли допустим всего 100 тысяч ты будешь платить совершенно другой налог но раз в шесть лет ты должен подтвердить заполнить формочку придет инспектор что ты находишься вот в этом статусе сельскохозяйственное использование у них тут пасутся 40 коров от соседей значит соседи фактически как бы им это удобно денег с них не берут за эту землю что там коровы пасутся вот а эти получают вместо денег значит налоговый статус выгодные это очень повсеместно здесь вы видите светлану которая беседует с хозяином дома по поводу того дома который понравился алене и там был вопрос можно ли эти 6 половиной акров теперь разделить на два участка и построить что-то еще и кроме того там насчет налогообложения если они купят этот дом и там сейчас пасутся чужие какие-то лошади вот на них как это перенесется не перенесется оказалось что хозяин дома является членом комиссии вот этой каунте где мы находимся как раз вот по этим вопросам и он так он ведь я не знаю конкретно вот в какой зоне находится этот дом какие там правила но вот разделение участков происходит так что есть такие зоны где один дом должен быть на акре есть участке где на 3 акра и там на 5 на 10 там и так далее поэтому если например должен быть дом на 5 акров а участок 6 вы не можете его разбить на 2 там пополам получится 3 а это меньше пяти он где я не знаю какие там у вас правила ночью вот такой идет интересный разговор то есть хозяин дома оказался очень как бы знающим в этом деле человек мы друзья исключительно пообедали хозяева заказали какой-то кейтеринг очень вкусный такой очень американский и рассказали нам как они познакомились как поженились время пролетело незаметно и мы вообще совершенно прибалдели от этих людей и они совершенно невероятны вот этот дом они построили лет сорок назад они вообще женаты с 66 года представьте друзья вот мне было шесть лет 10 лет когда они познакомились видимо они здесь вот чайок там сутра завтрак так вот садишься в таком эркере но они уже старенькие таких людей под 90 уже ну если они 52 года женаты и это 66 года коров где знаешь их плохо видно они деревьями закрыты и друзья там полно коров очень красивых очень красивых вы бы захотели такую корову если бы увидели давайте лучше мы пройдем через эту комнату и посмотрим что там у нас балкончик есть небольшой да тут поскольку надымили так можно пройти поскольку надымили а тут сетка тут сетка чтобы не летали мухи всякие то соответственно все открыто чтобы был ветерок такой бриз вот мы сами через металлическую сетку обозреваем местность представляете вот так люди живут